Уставший, замученный, но, да, но, после перелета какие эмоции? И давайте сразу я скажу, что Владимир Шимаров стал лучшим судьей этого чемпионата мира. Какие у тебя были эмоции после того, как ты прошел семинар и тебе сказали, что ты лучший? Не, ну лучше сказали не после того, как прошел семинар, а после того, как отработал. Семинар, ну, мы как бы с Николаем Ивановичем сбудли, прошли, посмотрели, большой разницы сильно нету, как бы небольшая разница непосредственно в правилах, а по качеству работы я скажу, что Николай Иванович просто бурля не мог работать, поскольку он был заявлен как старший тренер команды, но под участие в семинаре получилось как бы дополнительно добавить и пройти, поскольку семинар был чуть раньше, чем сами поединки. Ну, а так что, мы просто, как всегда, делали свою работу, да, и все. Давай теперь, я знаю, ты по-любому смотрел на это со стороны, как бы, матчмейкера и со стороны организатора. Оцени уровень организации этого турнира. Как по мне, очень хороший, поскольку было 44 страны представлено, в некоторых весах было вообще там под 30 человек, а то и больше, поэтому уровень реально очень сильный. Ринги хорошие, новые, красивые, действительно, качественные были. Вообще, в принципе, в целом организация реально хорошая, есть к чему стремиться в плане проведения непосредственно, там, ну, сказать, больше именно организационных вопросов. По качеству поединков реально были очень крутые финалы, даже не то, что финалы, а полуфиналы пробились. Реально такие парни, которые, ну, дадут покурить профессионалам. И новозеландец, 84 килограмма, которого выбрали, признали лучшим бойцом, реально очень крутой чувак, потому что на моем, не то, что на моем, я судил его финальный бой, парень очень крут, пробил, отправил в Гроги ударом, и сразу же, не теряя позиции, сделал бросок, проход ноги с падением, такой, в комбинации с полусуплексом, нокаутировал броском. То есть, ну, реально очень крутой чувак, в принципе, достойно, что был отобран название лучших бойцов. Да, не нормально, просто сейчас дальше ехать еще 300 километров за рулем, то поэтому такое. Я понял, я не буду тебя задерживать, я тебя поздравляю, вы проделали очень большую работу, я знаю, что этот человек в лиге UF MMA и в лиге WWC делает очень большую работу, но она всегда остается за кадрами, за кулисами. Владимир Шамаров. Хочу сказать всем, ребят, приходите в спортзалы, занимайтесь, тренируйтесь, дорога в любительские ММА вам открыта, приходите на соревнования в UF MMA. А те, кто относится к разряду диванно-телевизионных спортивных мастеров, 8 февраля мы ждем вас на турнире WWC очередном, следите за новостями на нашем канале. Лучшая реклама. Спасибо, Вов.